давайте тогда начинать коллеги всем еще раз доброе утро спасибо что нашли время в своем плотном графике сегодня у нас как сергей сказал очень интересная программа сейчас с утра мы посмотрим с вами одну функцию которую мы выпустили достаточно в прошлом году и нам кажется что она такая прорывная очень интересная важно и мы именно поэтому назвали гонку за результатом средства мотивации агрономов-директоров на самом деле конечно это вообще про аналитику оборотов про то как можно повышать урожайность одна из на основе данных это самая главная тема нашей конференции поэтому я думаю что эта сессия может быть вам полезной и позже у нас после того как еще сергей тертычный сегодня выступит и расскажет про новые тоже прорывные там истории с из компании биотехнологии это как все это там дружит с экосистемой других продуктов мы еще с вами поговорим на круглом столе продолжим тему того как повышать урожайности у нас выступит очень интересные спикеры разные расскажут свое видение и мы с вами с тоже там обвиняемся вопросами ответами думаю что будет супер интересно на завтра как вы уже знаете у нас какой день уже совсем вещей уже будущего но будущего недалекого этого года то есть мы там расскажем в конце конференции про какие-то вообще супер секретные вещи которые еще никому не показаны поехали тогда я хотел начать с того что в том на основе вчерашних вопросов которые у нас возникали хотел показать вот эту картинку многие из вас наверняка видели этот колокольчик распределение статистическое эта картинка она на английском но вот не обращайте внимание я сейчас объясню значение многие большинство из вас и так английский хорошо знают эта картинка показывает нам кривую вообще внедрение инноваций и новых технологий наша с вами конференция и вообще тепличный бизнес сейчас во многом определяется технологиями и те кто внедряют их раньше быстрее успешнее эффективнее те добиваются больших результатов но мы всегда видим с вами и мы это очень хорошо видим внутри нашей компании и все кто выступает на этой конференции со своими продуктами мы видим что когда возникает новая какая-то технология ее внедрение но такое достаточно всегда непростое по понятным причинам и вот американские исследователи как обычно американцы они все любят изучать исследовать и писать бизнес литературу еще там в середине прошлых достаточно давно они разработали вот вывели из многих фактических примеров из эмпирических ситуаций вот такую вот кривую которая показывает а как вообще обычно идет внедрение технологии вот мы с вами видим что все начинается с энтузиастов технических энтузиастов это вот у нас левые зелененькие первые две две части и здесь количество людей достаточно небольшой то есть сначала у нас продукты начинаются пользователи новаторы которые прямо вот ищут ищут новые технологии их очень мало обычно то есть вы видите их обычно там два с половиной процента и мы тоже на себе это отлично видели что когда мы начали 2017-2018 году у нас еще продукт он по сути был намного меньше чем то что вот вы видите сейчас но тем не менее мы тогда нашли потрясающих вот таких вот инноваторов которые захотели с нами на ранних стадиях работать вот и елецкие овощи и липецк агро в россии и в голландии у нас были замечательные клиенты в сша и мы вместе с ними как раз ну по сути пилили делали продукт хотя пользы на тот момент он еще никакой не мог приносить но эти люди такие они понимали что вот это им очень интересно и дмитрий лашин да вы знаете он будет сегодня тоже выступать такой вот как раз инноватор и есть другие собственники которые также мыслят и благодаря общем таким инноватором новым технологиям дается шанс как-то вот войти на рынок мы эту стадию уже прошли и все кто сегодня выступает уже тоже эту стадию прошли и мы сейчас большей степени работаем вот со вторым и третьим сегментом на второй это называется как раз вот visioner или early adopters ранние последователи это их уже таких компаний людей больше всегда их уже там около 14 процентов и это те кто понимает уже что да уже продукт достаточно интересный и видит свою в этом выгоду и хотят быть на острие и хотят быть первыми но при этом они очень требовательны и в отличие от первой группы они прям хотят чтобы это на сто процентов закрывал их бизнес потребность это очень важная группа и она как раз по сути определяет на ней если продукты не состоялся то у него нет будущего после того как эта группа успешно продукты какой-то технологии освоила у нас с вами возникает такой уже основной мейнстрим так называемый рынок и там у нас уже идут ранние ранние такие последователи уже ранние рынок и поздний такой прагматичная публика и консервативная публика между видите между визионерами early adopters и вот этим ранним большинством прагматиками есть такой разрыв он называется там ущелье или разлом по-разному его называют здесь идея в том что вот большая часть рынка а вот это раннее большинство и позднее большинство они уже не им не очень интересно внедрять продукт до тех пор пока они не увидят много много референсов что уже другие внедрили и мы это хорошо тоже видим на российском рынке то есть мы когда выступаем на конференциях вот например на балчуке там в этом году в 2020 19 году некоторые компании так и нам подходят и говорят так рассказывайте кто у вас внедрил мы говорим ну вот эти вот эти вот эти они говорят хорошо но пока мало то есть когда все уже другие себе поставят там ну или большинство мы себе тоже тогда будем это интересоваться пока не докажите нам что вообще эта история приносит пользу покажите нам несколько лет того как это повысило урожайность это супер прагматичная или консервативная история и это здорово и большинство людей мыслит именно так и справедливо потому что не хочется тратить деньги на технологии которые может быть не принесут результата но эти люди всегда внедряют позже получают результат позже чем другие компании поэтому тут я почти наверняка уверен что те кто у нас подключается к нашей веб-конференции сегодня и вообще на этой неделе вообще участник в конференции который сергей организует и все эти люди вы очень открытые и вы наверняка относится к первым двум трем максимум категориям и тем она очень тоже интереснее и важнее общаться именно с вами и мы рады что у нас публика такая камерная что мы сейчас не вещаем на каком-то знаете на всех 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 тепличников в россии на этой стадии мы не хотим работать со скептиками с консерваторами мы хотим работать с теми кто действительно видит потенциал хочет быть на острие иногда даже готов что что-то там не не идеально в продукте хотя мы как раз нашем продукте на качество очень сильно делаем упор и все там супер классно но действительно каких-то функций скорее всего не хватает нам как раз сейчас очень хочется чтобы после этой веб-конференции к нам пришли еще новые такие визионеры которые или прагматики уже которые четко понимают какую пользу они хотят для своего бизнеса получить или чтобы они хотели получить через год и нам прямо говорят ребят на вот классный продукт но как бы нам не хватает вот это вот это давайте вы это сделать и мы тогда с вами поработаем или дайте нам попробовать мы хотим посмотреть результат вот это такие клиенты очень интересно потому что мы сейчас как вы знаете от многие у нас вчера уже были у нас команда разработки находится здесь в россии и в отличие от многих других голландских компаниям и голландская компания мы российский рынок воспринимаем не как рынок с быта где мы знаете продаем нашу продукт и маркетингом занимаясь продажами открываем только офис продаж и продаем. Нет, мы воспринимаем наш рынок как раз, как рынок вот таких вот ранних последователей и компаний прорывных, с помощью которых мы строим этот продукт для международного рынка. То есть, поэтому все, с кем мы сейчас работаем в России, абсолютно все компании, они вот из этих ранних сегментов, и мы с ними, с каждым в отдельности, Алексей Ханов, который вчера выступал, я лично, команда разработки, наши программисты, наши голландские специалисты, наши консультанты из Голландии, которые нам помогают, агрономические стратегии там встраивать правильно продукт, мы общаемся напрямую, общаемся там из недели в неделю, показываем прототипы новых функций, обсуждаем вместе, и мы, по сути, вместе делаем продукт, и эти компании, которые сейчас участвуют, получают вот это огромное преимущество, потому что они показывают нам свои бизнес-процессы и говорят, ребят, вот мы хотим, чтобы это вписалось к нам лично, и мы ровно это и делаем. Поэтому имейте это в виду и воспринимайте вообще вот наши сегодняшние разговоры, и если вы будете захотеть работать с пайлотом, воспринимайте себя не как пассивного покупателя, а как активного участника такого сообщества и людей, которые под себя, по сути, получают супер-такие топовые технологии. И мне кажется, что не только мы придерживаемся такого видения, вот, например, биотехнологии следующий будет выступать, я вот отлично знаю, что ребята точно так же подходят, и сейчас как раз в свой новый продукт они привлекают именно тех, кто готов перейти с вот этих консервативных инструментов бумага, и там зачастую какие-то другие неудобные инструменты, они придумали классный инструмент, там, регистрация данных по защите, который дает супер-суперудобный, там, для разных категорий пользователей, и точно так же хотят работать в России именно вот с прорывными клиентами, которые готовы, в общем-то, немножко вкладывать своих интеллектуальных усилий и получать суперрезультаты, какие-то конкурентные преимущества. Вот, ну и в конце тут группа еще скептиков у нас есть, и они всегда опаздывающие такие, и эта группа, на самом деле, она всегда есть, какой бы ни был продукт, и вы, отлично, я тоже, думаю, знаете, примеры такие, то есть, я не знаю, там, сейчас у нас 2021 год, 21 век, но у нас по-прежнему очень много людей там есть, которые не пользуются там смартфонами, не хотят по каким-то соображениям, не из-за того, что у них зрение плохое, там, или там, действительно, есть определенные категории, кому это просто неудобно или дорого, а есть те, кто принципиально там говорит, нет, там, кнопочный телефон. В этом нет ничего плохого, всегда есть какая-то группа людей, которые неинтересны новые продукты, они вообще не хотят ими пользоваться, да, с самого-самого, вот только если, как бы, их не заставят. Вот, и это тоже в порядке вещей, так и должно быть, кто-то должен быть таким суперконсерватором и сохранять старый порядок. Вот, просто это не целевая аудитория новых продуктов, новых компаний, поэтому мы, конечно, не ожидаем, что вот если мы видим суперскептичность, суперскептичность, супер, с какой-то такое препятствие, мы просто понимаем, что это, ну, да, нам сейчас не надо работать вместе, вот и все. Так, ну, теперь давайте перейдем к нашей основной теме. Я, наверное, немножко... Давайте покажу экран, так будет удобнее. Так. Должно быть видно сейчас. Это наша программа с вами. Значит, какая у нас сегодня с вами тема? Гонка за результатом. Квайлот как средство мотивации агрономов и директоров. Давайте разберемся, да, какая у нас цель бизнеса, типичного бизнеса, в общем-то, любого бизнеса. Одна из целей, помимо реализации видения и цели компании, да, а зачастую цели там благородные и важные, там, у нас в компании там, цель это make growing easy, сделать выращивание овощей в теплицах более простым, более современном, у каких-то компаний мы... Все мы делаем очень важное благородное дело, но есть всегда еще и финансовый интерес у компании, и обязательно компания должна зарабатывать деньги. Если она не зарабатывает деньги, она убыточна, и в конечном счете она не жизнеспособна. Поэтому финансовый аспект, он важен для компании, просто для ее жизнедеятельности, и, разумеется, интересует собственников, инвесторов и, в общем-то, всех сотрудников в косвенной мере. В косвенной мере. Про наш бизнес, когда мы говорим, и про любое, какие два способа есть повысить финансовый результат? Понятные. Первый – это увеличить доходы, второй – это сократить расходы. Мы в Пайлот сейчас понимаем, что со второй задачей справляются в мире в тепличной отрасли очень по-разному. То есть сокращение расходов – это действительно сейчас тренд во многих европейских наших клиентах, компаниях и в Америке. Нам говорят прямо уже, что наши клиенты, что для нас самый большой сейчас потенциал бизнес-эффекта не в том, чтобы урожай больше вырастить, а в том, чтобы быть эффективнее, чем наши конкуренты, например, с затратами на сотрудников. Потому что зарплаты очень высокие в Европе и в США, уже традиционные, скажем, даже американцы не хотят работать уже в теплицах с овощеводами, приходится искать каких-то людей, которые приехали. Куча сложностей возникает с качеством работы и так далее. И вот эта эффективность сокращения расходов становится таким очень-очень важным фактором. Энергоэффективность – то же самое, финансовая оптимизация. Мы с вами отлично знаем, что эффективность труда очень разная. То есть может быть в каких-то комбинатах в Европе, где это суперважно, производительность на одного человека может быть в несколько раз выше, чем в России. И это нормально, потому что в России это в данный момент не является критическим фактором, узким местом. Но мы поняли в Пайлот, что нам пока очень тяжело помочь здесь с расходами. Почему? Потому что мы продукт делаем международный, а в каждой стране очень специфическая структура расходов, очень своя в каждой компании система ведения финансов. И сделать здесь одно решение универсальное, классное, которое будет показывать, вот как вы и сколько тратите денег, вот сколько надо сэкономить, мы пока просто не можем. Слишком по-разному работают бизнесы в Америке, в Нидерландах, в России. Это надо делать в кучу-кучу разных систем. И мы поняли, что то же самое с энергоресурсами, совершенно разные принципы, затрат, стоимости и даже типы энергоресурсов. Где-то там используют жидкие СО2, корейцы или японцы могут тратить кучу денег не на обогрев, а наоборот на охлаждение и так далее. Очень разные проблемы. Мы для себя поняли, что на этой стадии нам нужно фокусироваться не на том, чтобы помочь компаниям сократить расходы, мы знаем их, можем помочь компаниям увеличить урожай. То есть увеличить доходы, кажется, задачей для платформы с данными, как у нас, гораздо более реальной. Почему это так? Потому что как раз принцип выращивания, независимо от того, в какой стране ты находишься, одинаковый. Да, климат разный, да, немножко оборудование отличается, но не настолько сильно. И мы здесь как раз видим очень серьезный потенциал, как можно дальше нам вместе с технологически развиваться, чтобы повышать урожайность. Мы отлично понимаем, что эта задача, она важная для всех на комбинате, и для директора, конечно же, и для инвесторов, но и для агрономической инженерной службы тоже. Это, в общем-то, задача очень интересная. И, в общем-то, вопрос возникает такой, а что можно улучшить? Потому что многие комбинаты опытные, работают уже много лет на рынке, и у них хорошие есть уже такие, они отлично знают свою статистику, они здорово планируют, как можно повысить эту урожайность. Это хороший вопрос. Есть какие-то новые гибриды, есть новые агрономы, которые не очень опытные, есть новые, мы строим новые комбинаты постоянно, новые отделения. И там другие проблемы у нас. А стоит ли экспериментировать, а стоит ли рисковать? То есть это целый клубок проблем, и вот ответить на этот вопрос, мы подумали, что мы можем помочь. Мы начали с того, что давайте посмотрим с вами на... Запустим такой опрос с вами. Так, вот этот. Давайте его откроем. Вот, пожалуйста, ответьте на вот этот вопрос, коллеги, и сразу прям результаты посмотрим, прям на моем экране мы их увидим. Вопрос следующим образом, да, у нас формулируется. Какие факторы больше всего влияют на урожайность, ограничивают урожайность в моей компании? Выберите, пожалуйста, здесь несколько вариантов, которые вам кажутся подходящими. И давайте посмотрим вместе на результаты. То есть выбирайте именно те, которые, как вам кажется, мешают получать больше урожайность. Там, где вы... То есть там, где есть какой-то потенциал. Может быть, мы не знаем пока, как этот потенциал использовать, но он есть. Так, давайте посмотрим результаты. Пока у нас еще коллеги отвечают, давайте посмотрим уже на промежуточные результаты. Мы видим с вами, да, что факторов, которые влияют на урожайность, очень много. Здесь перечислены далеко не все из них. Это вот такой небольшой перечень. Это, конечно же, свет. И мы видим с вами, что это пока у нас чемпион. То есть больше, чем какой-либо другой фактор. Люди говорят, что свет – это ключевой фактор. Действительно, это так. Это один из самых наших лимитирующих ресурсов. И эффективность его использования напрямую влияет на наш бизнес-результат. То есть чем эффективнее мы используем свет, тем больше мы получаем урожайности. СО2 – это очень сложная история. Многие, как мы видим, практически никто не считает это ограничивающим фактором. В то же время математически многие исследования показывают, что зачастую именно нехватка СО2 является потенциалом к повышению урожая. Но при этом это очень сложно рассчитывать. И здесь как раз, если как-то это и работать с этим фактором, то только с помощью новых технологий. Работа текущего оборудования. Что мы здесь понимаем? Что часто у нас бывают какие-то аварии, сбои. И зачастую что-то, что уже стоит, мы покупаем на комбинат Феррари. Но этим Феррари надо еще уметь пользоваться. И если это работает неэффективно, то, в общем-то, и результата не будет. Нехватка сенсоров нового оборудования. Мы на этой конференции много говорим про новые такие прорывные сенсоры. То есть вчера Михаил Воробьев рассказывал о Спаскале. Завтра Андрес нам будет рассказывать подробные детали про цифровые органы чувств, как раз про сенсоры. Есть другие типы оборудования. Изобретаются все время какие-то роботы. Сейчас их все будет все больше и больше. И кажется, что покупка нового оборудования может что-то улучшить. Действительно это так. Или какого-то программного обеспечения. Болезни, вредители защиты. Здесь мы все не понаслышке, конечно, все сталкивались с этой болью. Если уж приходит какой-то вирус или еще что-то, конечно, это в конечном счете самый ужасный фактор, который может просто уничтожить наши бизнес-результаты. Уходная работа, качество работ. Это вот наши голландские и американские специалисты. Для них это один из самых важных факторов. Они считают, вот некоторые там Кейси Хаулинг, вот многие знают его, он говорит, что с его точки зрения, там 30% повышения урожайности – это вот качество работы. И что просто улучшая качество, а может быть уже не 30% для него, а может быть уже 50%, он повышает свой эффект вот этот на бизнес-результат. Вот самый большой там. Климатические стратегии – очень интересная тема, потому что мы с вами знаем, что есть множество выдающихся консультантов, специалистов, агрономов, и мы можем взять двух самых лучших из них и дать им один и тот же гибрид, одно и то же оборудование, одну и ту же теплицу, и они, скорее всего, предложат разные стратегии. Что это значит? Либо это значит, что растению можно добиться одного и того же результата разными совершенно стратегиями, либо просто кто-то из них прав и получит больше результата, а кто-то из них просто придерживается своего опыта и боится там попробовать что-то другое. А может быть дело в том, что вообще нам очень сложно это считать самим и должны, как вот это в университете Вагенинген, компьютеры придумывать, да, вот эти алгоритмы, как-то экспериментировать со стратегиями в реальном времени. Очень сложный вопрос. Опыт, знание, командная работа многие, очень многие отмечают это, что зачастую, например, если мы расширяемся, быстро строим новое отделение, строим большие комбинаты, холдинги, то вот эта шанс, воспроизводимость вот этих знаний, опыта очень-очень тяжелая, да, то есть если у нас классный агроном, как его вот клонировать на другой комбинат или то же самое там с другим специалистом каким-то. Это очень серьезный фактор. Ну и какие-то вещи, вещи мы просто не знаем. Так, давайте. Большое спасибо всем, кто ответил. Так, закроем опрос и вернемся к демонстрации экрана. Перейдем теперь непосредственно уже к возможному решению. Соответственно, как сейчас нам, если мы с вами понимаем, а мы с вами все понимаем, по опросу это хорошо видно, что у нас есть с вами ограничивающие факторы, как нам понять, в какой конкретно оборот, что мы сделали, может быть, не так, или что нужно сделать в текущем обороте, чтобы повысить свою урожайность. Вот если мы зайдем в пайлот, ну, все уже там видели, наверное, это пайлот. Здесь мы храним историю всех активных оборотов, которые сейчас у меня растут в этой демонстрационной теплице. У нас сейчас как бы есть там два отделения, точнее, четыре отделения у нас растут томаты и огурцы. Вот если у нас растет какой-то оборот или рос, давайте посмотрим, у нас есть 26 завершенных оборотов. Сейчас у вас у всех эта статистика есть в каком-то виде, в Excel, в Google Sheets, там еще где-то. У нас, в принципе, все данные по обороту есть. То есть мы знаем, какой у нас урожай был, в какую неделю, в какой день. Мы с вами знаем отлично, какой климат был. И это можно выгрузить из системы. И, в общем-то, даже не очень сложно наложить какие-то графики, там, не знаю, например, общей солнечной радиации на графику урожайности. Но вопрос возникает следующий. И как из этого понять, что было не так? То есть точно ли какая-то была ошибка? Обычные агрономы, они хорошо знают какие-то нюансы. Но это даже им самим иногда выразить сложно, потому что они каждый день видят, чувствуют все интуиции, там, нейросети срабатывают в голове, огромное количество опыта. А менеджеру разобраться или собственнику задача очень непростая. В общем-то, а что не так? А есть ли потенциал повышения урожайности? И у нас еще есть другие разрезы данных. У нас с вами есть обратная связь от растений в виде датчиков или в виде фенологии. У нас с вами могут быть данные по уходным работам, данные по вирусам. У нас с вами есть вот эта работа оборудования сбоя. Это все накладывается друг на друга. И задача проанализировать все это, она, мягко говоря, непростая. Мы придерживались следующей логики в пайлте. Мы подумали так, что перед тем, как что-то там система, какую-то строить умную систему, которая что-то будет рекомендовать и прогнозировать, надо дать возможность удобного. Просто сравнить обороты внутри компании и помочь агроному, в общем-то, и всем посмотреть быстренько, объективно, одним взглядом, какой у нас оборот был эффективный, какой у нас оборот был неэффективный. Давайте возьмем чемпиона, например, по одному и тому же гибриду. Давайте возьмем аутсайдера и сравним их между собой, и увидим там какие-то динамики. Давайте накапливать эту статистику и смотреть хотя бы визуально, чтобы мы быстро могли это сделать. Но сделать это в Excel или в 1С задача прямо совершенно нетривиальная. И это надо нанимать какой-то отдел, наверное, аналитиков или лучше там программистов, которые будут этим заниматься. Мы поняли, что здесь нужна хорошая визуализация тех данных, которые в компании уже есть, для того, чтобы упростить нашему мозгу просто принятие решения. То есть наш мозг так устроен, что когда он видит информацию в правильном виде, он ее очень быстро и правильно интерпретирует и быстро принимает результаты. Если представить нашему мозгу информацию в неправильном виде, там какую-нибудь таблицу, в которой тысяча строк и тысяча столбцов, то наш мозг не понимает, что с этим делать, и очень сложно из этого сделать какие-то выводы. И мы начали проектировать как раз вместе с нашими дизайнерами, вместе с нашими клиентами, а что, в общем-то, мы хотим посмотреть. И мы сделали функцию, которую мы назвали на английском языке benchmarking. На русском языке она называется сравнение урожая, потому что это плохо очень переводится термин. Это что-то типа рейтинга такого сопоставительного сравнения. И что мы здесь видим? Мы с вами здесь можем на одном экране взять все обороты, которые у меня были за какой-то промежуток времени, например, за последние 5 лет. И просто посмотреть, допустим, смотрим все огурцы или все томаты. Давайте огурец возьмем, их там чуть больше всегда оборотов. И мы можем на одном экране с вами увидеть динамику, в общем, как я получал урожайность от маленькой до большой. Это здесь мы видим с вами среднедельную урожайность. И вроде как бы ее можно сравнивать. Какие-то циклы у нас длиннее, какие-то у нас циклы короче. Поэтому если мы бы по общей урожайности сравнивали, может быть, это было бы не так релевантно, сколько мы килограмм на квадратный метр получили. А вот сравнивать по среднедельной кажется достаточно интересно. Сразу предупрежу, коллеги, что не обращайте внимания на то, что данные здесь очень такие равномерные. Это данные, по сути, демонстрационные, чуть-чуть не настоящие. Они там имитированы. В реальности я вот не могу вам показать данные реальных клиентов, хотя очень хотел бы, но мы это не можем сделать, потому что мы в договоре прописываем, что данные принадлежат клиенту. В реальности мы видим разброс гораздо сильнее. Там может быть в два раза отличаться, может в три раза отличаться урожайность. То есть в реальности это гораздо еще интереснее, чем вот здесь. Но даже здесь мы с вами видим, что у нас есть разные гибриды, у которых заведомо разная урожайность. Но среди даже одного гибрида у нас бывают какие-то нюансы. И мы можем здесь подумать уже, а какие мне интересно сравнить. Я хочу сравнить чемпиона и аутсайдера. Обратите внимание, что эти еще... Сложность со всем этим находится, что вот мы сейчас отсортировали их по урожайности, эти гибриды, но они в течение года, это вот наш календарь с 2018 года по 2021, они вообще совершенно разные сезоны были, эти гибриды, и там что-то в Excel как-то сопоставить все эти разные сезоны, кажется, задача прям вот очень сложной. Но возникает вопрос, а что вообще здесь можно сравнивать, а что нельзя сравнивать, потому что стоит ли мне сравнивать летние обороты зимние? Наверное, и не стоит. Поэтому следующим шагом, значит, чтобы выбрать вообще, что имеет смысл сравнивать, мы предложили, что давайте добавим дополнительные метрики, которые позволят нам сравнивать сравниваемые. И здесь мы можем посмотреть у нас, сколько у нас было солнца в конкретный оборот. И здесь уже очень хорошо видно, что у нас, в общем-то, количество солнца совершенно разное, хотя урожай там одинаковый. Это у нас вырождена опять история, потому что данные демонстрационные. В жизни, конечно, зависимость гораздо выше. Но давайте сортируем тогда их по дате посева, чтобы как-то вот солнце хотя бы у нас выровнялось, и мы видели вот эти сезонные колебания. Вот он 2018 год, вот он 2019, вот он 2020. Вот мы видим хотя бы зимние и весенние обороты, и уже понимаем. Но возникает другой вопрос. А что если у нас досветка разная? Где-то там стоит досветка помощнее, где-то послабее. Это же надо тоже учитывать, потому что если один оборот получил гораздо больше света, то и урожайность должна быть выше, и тогда, в общем-то, и неплохо. Все в порядке. Поэтому мы выбираем второй с вами показатель. Уже накоплены общие фары, да, за неделю, средняя. И здесь у нас система тоже пересчитывает и показывает тоже. В общем-то, и здесь мы с вами уже, ну вот они выстроились у нас в календарном порядке, и мы можем выбрать те обороты, которые сравнимы друг с другом. Сейчас я давайте для демонстрации выберу просто, какие попало обороты. Но в жизни, конечно, мы выбираем то, что нам интересно сравнить. Например, один гибрид, можем выбрать один конкретный гибрид, мева, и среди него искать всех вот наши лучшие варианты, худшие варианты. Либо можем, наоборот, выбрать разные гибриды и поизучать их подетальнее, почему там и как один, почему больше показывает урожайность, чем другой, особенно если они одного типа, может быть любопытным. Или просто показать коммерческому отделу, да, или дам директору очень наглядно, в чем разница в производительности одного и другого гибрида, тоже интересно посмотреть. Мы здесь добавили сейчас вот эти обороты в сравнение. Похоже, как вот в интернет-магазине мы там товары добавляем в сравнение. Принцип тот же. То есть мы выбрали сейчас три оборота каких-то, и можем перейти на второй экран, нажать кнопочку «Сравнить», и система нам показывает следующее. Сначала она нам показывает общий табличный вид, говорит, что вот мы в этом обороте мы собрали 42 килограмма на квадратный метр, в этом 44, в этом 38. Говорит, сколько всего было недели с урожаем, всего срока жизни оборота, сколько из них было недели с урожаем, показывает какие-то общие табличные данные, какой там тип теплицы, какой тип досветки. Мы видим, он тут разный у нас попался, да. И дальше мы смотрим самое интересное. Во-первых, мы видим календарно, что эти обороты шли в разные периоды. Один оборот у нас начался там где-то в марте, другой начался в апреле, третий начался в июле. То есть они у нас уже такие разные, да. Вот. Вот по месяцам можем посмотреть тоже. Если бы они были в разные годы, это тоже удобно сделать. И дальше возникает вот эта вот магия, платформ с данными, вот этот пайл, это магия, которую воспроизвести самому в 1С, в Excel, в какой-то своей системе, прям очень-очень трудоемко. Происходит здесь наложение графиков друг на друга. То есть, несмотря на то, что обороты начались в разный совершенно период времени, система знает хорошо, когда была дата посева, нулевое, вот это первая неделя, да, первая. И система накладывает графики друг на друга, как будто они вот... Здесь мы уже видим на шкале Х не шкалу времени календарного, а просто шкалу возраста. А по шкале возраста их можно наложить друг от друга. Вот была шестая неделя, и вот у нас на седьмой неделе пошел первый сбор. Вот мы сделали, да. И когда мы накладываем графики друг на друга, мы сразу, уже здесь, сразу по урожайности, мы получаем кучу таких выводов. Вот американцы любят это называть таким словом инсайты, да, озарений таких. Уже только по этому графику можно сделать, наш мозг можно сделать достаточно много выводов. Тут у нас данные, понятно, что они сгенерированы, и не надо там смотреть внимательно. Здесь только суть, да, мы пытаемся разобраться, как инструмент работает. Мы можем сразу понять, что, например, какой-то оборот, в чем была проблема? Какой-то тактический сбой, то есть вот, например, у нас вот этот фиолетовый и голубой оборот, они в целом идут ровно друг с другом, но в конце почему-то голубой оборот, он как бы начинает проигрывать, и в конечном счете показывает меньше урожайность. То есть, хотя вроде бы весь цикл они шли наравне, значит, наверное, надо уделить внимание вот этой концовке. Или есть какая-то стратегическая история, и вот этот красный оборот нам здесь показывает вот это отличие. То есть он в целом сначала как-то он там долго раскочегаривался, но потом, когда вышел на урожайность, мы видим, что тут совершенно другие цифры, больше цифр. И если мы сравниваем сравнимое со сравнимым, как вот мы обсуждали на предыдущем шаге, то уже дальше интересно посмотреть, а почему так получилось. И здесь мы считаем, что надо показать самые важные факторы, которые могли повлиять на эту урожайность. Сейчас мы показываем то, что уже есть в пайлоте, и то, что, ну, как бы классика, то, что все мы с вами отметили в вопросе, то, что надо смотреть первым делом. То есть, во-первых, надо смотреть, сколько у нас было солнечной радиации, и мы видим, что три оборота разное количество. Опять данные сгенерированы, поэтому не обращайте внимания. Данные по климату здесь настоящие, но данные по урожайности, они копируются из оборота в оборот с небольшими случайными отклонениями, поэтому корреляция между цветом и урожайностью сейчас здесь невысокая на этом примере. Но в реальности это все гораздо выше. Мы видим дальше... Так, свет по солнцу я понял. Давайте я посмотрю, что у нас по общим фарам с учетом досветки. Здесь мы можем увидеть влияние досветки, то есть сколько в итоге растения получило света. Давайте посмотрим, может быть, повлияла там среднесуточная температура, и мы видим, что она действительно немножко отличалась. Может быть, повлияла влажность, может быть, повлиял СО2, и мы начинаем анализировать вот эти факторы. Здесь мы видим только такие самые обыкновенные факторы, но есть еще и другие. И мы позволяем выбирать все те факторы, которые с точки зрения вот того человека, который анализирует, ему интересно сейчас посмотреть. То есть это мы можем увидеть и часы досветки подетальнее, и дневную и ночную температуру, и все показатели влажности тоже дневной и ночной. Вывести информацию по поливу, объем полива, ИСИ, PH, сколько растения взяло. Так, что дальше? Дальше всю фенологию мы можем с вами посмотреть, конечно же. То есть, а что было вообще с балансом растения? Может быть, проблема с тем, что не было баланса. И это тоже можно добавить нужный параметр из всех, которые вы фиксируете. То есть здесь мы показываем не какие-то случайные фенологические параметры или стандартные, а те, которые вы фиксируете в пайлоте или в вашей системе, и они автоматически попадают в пайлот. В том числе можно смотреть средний вес плода, какие-то другие характеристики. Но в конечном счете, которые вам позволят понять, какой там вегетативно-генеративный баланс был, качество какое было, в конечном счете все это обновляется, и вот вы еще можете анализировать, допустим, прирост стебля за неделю тоже, как вот у меня в сантиметрах, менялся. Смотрите все это в деталях. Можете там сохранить, скажем, если вы привыкли какой-то набор метрик анализировать, вы его сохраняете, и потом уже каждый раз, когда вы сюда возвращаетесь, вы видите те метрики, которые вам интересны. То есть логика такая, что анализируете данные, когда они представлены в простом и понятном виде, менеджер, человек другой какой-то, без глубокого агрономического образования, даже он может здесь увидеть, что, например, там, ну, зачастую на реальных оборотах хорошо видно, что температура одинаковая, влажность одинаковая, все два одинаковые, урожайность разная, солнце разное. Да, какие-то выводы уже отсюда сразу можно сделать, не профессионалу даже. Но если ты профессионал еще агроном, то для тебя, конечно, этот инструмент такой достаточно облегчающий задачу анализа и ускоряющий процесс, в общем-то, сверки. И следующим шагом, да, вот мы, когда уже с вами научились сравнивать, научились смотреть, надо уже посмотреть, а какой потенциал этого использования еще есть, что еще здесь можно интересного сделать. И мы поняли, что делать надо следующее, что, во-первых, надо смотреть не только завершенные обороты, а еще и обороты, которые еще пока не завершены. Например, это особенно актуально для томата, потому что у томатов очень длинный оборот, вот этот год мы с вами выращиваем. И если мы с вами будем год ждать и потом проводить ретроспективный анализ, уже может быть слишком поздно. Вот, поэтому для томата уже можно смотреть, когда там несколько, если не ошибаюсь, два месяца у нас или один месяц, когда, короче говоря, уже вышел томат на крейсерскую скорость и уже пошла уже хорошая, пошла урожайность, уже имеет смысл его тоже, он здесь появляется, его можно выводить на графике, сравнивать, анализировать и принимать такие управляющие решения, воздействия на основе данных. Не в конце уже, да, то есть работу над ошибками проводить, а прямо в середине, пока еще не поздно, исправить что-то для текущего оборота. Это раз. Но дальше, смотрите, еще самый такой важный момент возникает. И, ну, понятно, что тут это все надо расширять, и мы будем расширять дополнительными графиками, метриками, факторами. И мы это с вами посмотрим еще на, сегодня будем обсуждать на круглом столе, и завтра будем показывать деталях. То есть я вам сейчас не показал, но там, ну, давайте покажу. Есть еще другие, не обязательно ограничиваться только этими факторами, да, климат и растений. Все, что мы сегодня с вами выбрали в опросе, так или иначе, тоже должно быть здесь. Все факторы, которые могут повлиять на урожайность, я хочу видеть. То есть это если качество работ влияет, я хотя бы хочу увидеть, а работы-то вообще выполнялись вовремя, процент работ. Качество пока померить сложно, но хотя бы мы можем увидеть, если вы фиксируете данные в пилоте о трудовых ресурсах, да, или автоматически загружаете их из вашей там системы, лейбор-трекинг-системы, привы, фэс-перфоланс, work.it, Nitea, там, вендор, намат, еще какой-то. Вы увидите здесь, а процент работ выполнен был или нет. Может быть, просто люди банально не успели что-то сделать, и это будет сразу видно. А что касается защиты растений, а что если у нас был вирус, где это посмотреть, или что если был вредитель какой-то, Сергей сегодня будет показывать эти ртычно на следующей сессии, и эти данные тоже в пилот попадут. То есть если вы будете использовать программу по регистрации вредителей и защиты растений, то вы тоже эти данные здесь увидите. То есть все разрезы данных, которые могут, все факторы, климатика, защиты, другие, которые должны повлиять на урожайность, мы хотим, чтобы они были здесь. И мы хотим, чтобы это попадало все автоматом, через интеграцию, вы не тратили на это время, и вы уже тратили время только на вот эту высоко, скажем, интеллектуальную работу, когда вы смотрите в процессе на свой оборот и думаете, как на основе данных, что я делал лучше в прошлый раз, что можно улучшить сейчас, и как добиться большего результата. И система, конечно, здесь в помощь. Но даже это все с вами, да, это далеко не предел того, что мы можем сделать. К нам пришел очень быстро запрос от групп, от холдингов, компаний-холдингов, с которыми мы работаем, у которых несколько комбинатов. А эти как раз компании, для них это очень тоже болезненная и важная история, как обеспечивать высочайший уровень эффективности не на одном комбинате, а на всех комбинатах группы. Они сразу сказали нам, ребята, мы хотим сравнивать не только обороты в одном отделении, мы хотим сравнивать обороты во всех моих комбинатах. Не в одном комбинате, а во всех. То есть давайте дадим возможность моим агрономам делиться друг с другом опытом. Я хочу видеть, если мы выращиваем одни и те же какие-то гибриды, особенно, кто из них лучше работает, чтобы они обменивались опытом и повышали свой результат. То есть у меня собственники обычно, как говорят, нам все это... Их интересует, конечно, общий результат. И они там не боятся внутри вот этот организовать обмен информацией. Более того, он им кажется критично важным, чтобы эффективность повышалась. И мы ввели тогда такое понятие, как группа вот этих, бенчмаркинга, группа сравнения урожая. И когда клиент к нам приходит и говорит, вот три комбината в моей группе, они подключены к пайлоту, пожалуйста, создайте группу. И вот эти вот люди, может быть, все, а может быть, только агрономы, а может быть, только агрономы и директора, там, да, вот как-то так, или и я, должны видеть результаты друг друга. И тогда у нас здесь с вами отображаются не только те обороты, с которыми вы и так работаете, которые вы и так знаете, и ограничивающие факторы которых вы уже исследовали, и в принципе у вас все это и так уже понятно, да. А у вас появляются здесь еще обороты другого комбината, который вы никогда не анализировали, никогда не смотрели. Там, может быть, применяются другие стратегии, другой там температурный режим, другой подход к засветке, еще что-то. И у вас все это тоже появляется возможность такой рейтинг ввести внутренний. Мы, ну, как бы, шутку там назвали так, ну, не шутку, так как мотивирующую штуку, как гонка за результатом, да. Это вызывает такую здоровую гонку конкуренцию. Почему? Потому что, когда мы видим, что где-то мы сами или соседний комбинат показывал более высокий результат, в нас возникает у всех, ну, мы люди все амбициозные, открытые, хотим достигать больших результатов, возникает желание, естественно, такой посоревноваться чуть-чуть, спортивный интерес, такой реальной гонки хорошей. А если они могут выращивать только с таким же оборудованием, как у меня, почему я не могу? И возникает уже как бы сразу вопрос, что они делают иначе. Что-то можно прям сразу в пайлот увидеть, сравнить. А, конечно же, еще если это свой собственный холдинг, в идеале бы просто уже после этого можно созвониться, обсудить и сделать какие-то эксперименты с новыми стратегиями и добиться более высокого результата. И вы все отлично знаете, что очень много компаний, каждый экспериментирует во всех сферах, чтобы победить свои самые больные проблемы, которые сейчас есть. И здесь все средства хороши, и мы обращаемся к специалистам из Голландии, обмениваемся друг с другом опытом. И странно как бы не делать этого внутри собственного холдинга. Но это еще тоже не все. То есть если мы научились обмениваться даже внутри холдинга своего информацией, а не стоит ли нам обменяться информацией с дружественными комбинатами? Потому что часто собственники, у них есть такие дружественные, другие собственники, с которых нет прямой конкуренции, есть хорошие партнерские какие-то отношения, и хочется поделиться и с ними результатами, может быть. А может быть вообще можно делиться с результатами со всеми в мире. То есть если это особенно, уже не так страшно в плане конкуренции, климат везде разный, но если мы берем сравнимый климат, почему нет? Давайте сейчас тоже такой маленький опрос запустим, как раз на эту тему. Тема очень чувствительная. Не все готовы делиться урожайностью. Мы это с вами отлично знаем, потому что это огромный секрет комбината, и стратегия это секрет зачастую. Но многие готовы это делать. Давайте выберите, пожалуйста, все те варианты, где, как вам кажется, вы хотели бы, могли бы делиться данными об урожайности и основными влияющими факторами. Обратите внимание, мы здесь не говорим про то, что мы будем делиться всеми данными. Нет. Только какими-то общими данными, например, урожайность и вот эти общие, допустим, климатические стратегии, то есть какие-то финансовые вещи. Это секрет, разумеется. Какие-то торговые вещи, вещи, касающиеся даже деталей того, как финологи. Короче говоря, здесь можно определять, чем делиться, чем нет. Давайте примерно посмотрим, что у нас выбирают коллеги. Так, тогда показываю результаты на экран, что у нас уже сейчас появилось. Мы видим, да, в принципе, вот это подтверждение того, что мы смотрели в самом начале на нашей таблице, вот на графике кривой, что у нас сегодня действительно абсолютное большинство тех, кто пришел, это очень открытые, амбициозные люди, которые очень хотят добиваться высоких результатов и не боятся делиться данными. Только один человек у нас пока выбрал, да, что ни с кем делиться не хочу, а 13 человек там говорят, что между комбинатами внутри холдинга, разумеется, можно и нужно делиться, внутри комбината тоже, но и многие говорят, смотрите, 10 человек, что даже с дружественными комбинатами, если собственники договорились, почему нет? Вот, то есть эта история вполне рабочая, и мы действительно видим, что у нас клиент, у нас много уже клиентов делится так данными, и ничего страшного не происходит. То есть когда ты делишься данными, оказывается, что это просто появляется у тебя дополнительный инструмент, подсказки, по сути, а что можно делать, как можно выращивать эффективнее. И вот сколько мы уже работаем с этим, мы пока не видели, чтобы это привело хоть к какому-то скандалу, ни разу не было никаких увольнений, то есть вот этот страх, который поначалу возникает, а вдруг они там украдут мой результат, а вдруг там меня там накажут, вдруг кто-то делает лучше, и это как-то на нас отразится. Мы пока на своих клиентах никаких таких кейсов не наблюдали, все это достаточно история такая добровольная, и в конечном счете только сам агроном-то и будет эти данные анализировать, не будет. Общую таблицу, конечно, он может посмотреть собственника и сказать, вот действительно, почему наш другой комбинат больше результат показывает. Ну, объяснили, все, на этом история закончена. Но чтобы повысить урожайность, это уже такая работа интеллектуальная, экспертная, и здесь только сам агроном ее ведет. Поэтому мы тоже считаем, что делиться ничего страшного нет. Видим, что меньше немножко энтузиазма по поводу того, чтобы делиться данными внутри России, и это понятно, потому что уже не со всеми комбинатами доверия, где-то конкуренция, условия разные, и с миром то же самое. То есть основное возражение, которое мы слышим, мы слышим, чего мне толку делиться данными с какими-то японцами, если у них совершенно другой климат, у них там какая-то сумасшедшая летом влажность, это их основная проблема, у нас там другая проблема. Нечего будет сравнивать. И действительно это так. То есть если климатические условия совершенно разные, то и сравнивать нечего. Но преимущество как раз вот таких платформ, как Пайлот, что количество клиентов по всему миру и количество данных, оно накапливается, и возникают ситуации, где сезоны становятся на самом деле очень похожими друг на друга, и можно какие-то общие вещи уже сравнивать. И у нас есть клиенты в Финляндии, и у них тоже достаточно суровый климат, и там с досветкой они работают много. И сравнение вполне возможно. Спасибо всем за ответы. Закрываем этот опрос. Так, и давайте следующий тоже такой момент проговорим. По поводу безопасности данных. То есть вот что мешает нам делиться? Мы опасаемся, что вдруг кто-то эти данные там опять... Да, вчера у нас были аргументы от скептиков по поводу облака, что, мол, то, что система облачная, никто ей пользоваться не будет. Да, но мы знаем, что, во-первых, это не так, что уже многие пользуются, что нет альтернатив, да, что в облаке данные. И самое главное, что это реально безопасно. Когда ты подписываешь договор, когда тебе голландская компания обещает, что все там с соблюдением закона, твои данные принадлежат тебе, никуда не уйдут, это достаточная гарантия, там можно в суд подать в конце концов, да, или там репутацию компании полностью там разрушить, если она нарушит свои обещания. Поэтому здесь все строится, конечно, на договорах и на репутации, на доверии. Но когда мы говорим про обмен данными, это, разумеется, история добровольная. То есть мы это только так у себя рассматриваем. То есть если компания захочет делиться с кем-то данными, она будет делиться. Не захочет делиться – не будет. И обычно эта история такая притетная. То есть если делюсь я, делится со мной, да, то есть это редко, когда имеет смысл делать в одну сторону. Мы с ними делимся, они с нами не делятся. То есть это если уж делиться, то в обе стороны. Так, в общем-то, мы сейчас все мы настраиваем. Ну и опять же, да, мы помним про то, что когда мы решаем, если мы захотим в пайлте делиться там данными с другими комбинатами, мы сами решаем, до какого уровня детализации, в общем-то, мы хотим делиться. И, как правило, мы ограничиваемся таким верхним уровнем и не уходим в какие-то наши секретные там цифры и не показываем всего, что происходит. То есть мы делимся общими результатами, как вот гонщики, там они соревнуются друг с другом, и кто-то первым приезжает к финишу, и все это видят, но кто-то чемпион, кто-то там последнее место занял. Но почему так происходит? Не все детали раскрываются. Там, конечно, секреты остаются и технологические, как там двигатель устроен, да, как процесс устроено, как обучение устроено и так далее, и так далее. То есть раскрывая свои результаты, вы просто как бы вступаете в гонку, но вы не раскрываете ваших настоящих секретов. То есть здесь тоже безопасность высокая, можно сильно не переживать. И еще один хотел бы я опрос провести, такой последний на сегодня опрос, и очень простой, по поводу того, как вам кажется, кто, какие категории отделов в компании, кто заинтересован вот в этой гонке больше всего. То есть в хорошем плане в гонке, в здоровой конкуренции, в конструктивном анализе, где мы поработали лучше, где мы поработали хуже. Вот, выберите здесь всех, кто с вашей точки зрения, кому это может быть важно. И давайте посмотрим, что у нас думает наше сообщество с вами. Сегодняшние, да, показывают результаты промежуточные. Интуитивный ответ, и то, что мы видим сейчас, многое, что кажется, что вот в первую очередь заинтересованы собственники инвесторов, потому что их вот, их в последнюю очередь интересуют какие-то там страхи, конфликты между, внутри своего холдинга, их как бы интересует результат. И то же самое менеджмент, да, зачастую. Поэтому они, как правило, первые, кто готов, заинтересованы, лоббируют вот этот обмен данными. Но мы видим с вами, что агрономы, очень многие агрономы, особенно такие, все здесь опытные очень агрономы, и хочется действительно посмотреть, как кто что-то делал иначе, особенно на моем гибриде, и экспериментировать со своим оборотом – это дорого, может быть, и цена ошибки высокая. Лучше я посмотрю, как кто-то другой экспериментировал, да, и сделал для себя выводы, хочу я так или нет. Сколько он, чем он пожертвовал, чтобы получить такую высокую урожайность. То есть, может быть, там света столько жглось, что это просто неоправданно. И мы возвращаемся с вами к первой нашему теме, что иногда предел повышения урожайности, он есть разумный предел, после которого нет смысла с вами. Есть какая-то цена продукции, которую мы продаем. Иногда не надо повышать урожайность вообще. То есть, на тот момент экономический эффект, который мы получили, был максимальным, и это тоже классный результат. Вот, и здесь вот это все анализировать, конечно, с помощью системы очень помогает. Инженеры тоже, им очень интересно, да, какие есть варианты по работе оборудования, как можно по-разному управлять климатом, не только. Консультанты, разумеется, они очень в этом заинтересованы. И здесь вообще, знаете, такой важный какой-то культурный, даже менталитетный аспект возникает. Мы общаемся много с голландцами, потому что мы голландская компания, и видим, что среди них вот эта степень открытости к опыту друг друга, она еще выше, чем вот у нас в России. Даже вот мы видим, у нас очень открытая публика сегодня. Многие комбинаты совсем не такие и не хотят ни с чем делиться. В Голландии это прямо культура, это прямо требование. То есть они очень открыты к критике, к опыту, они не боятся делиться друг с другом, они постоянно в каких-то коммуникациях, постоянно в визитах в соседние комбинаты. У нас тоже многие так делают. И вот эта культура обмена лучшими практиками, культура открытости, то есть не бояться делиться какими-то своими стратегиями, она очень важна. И в конечном счете голландцам обеспечивают такое технологическое... Это одна из причин, почему они такие инноваторы во всем, что касается тепличного производства. И здесь всегда, знаете, какой-то такой возникает парадигма в голове. Есть ли у нас парадигма, что мы делим кусок пирога, что пирог, он как бы вот круглый, и моя долька сейчас такая, и мне надо долю побольше отхватить. И когда я отхватываю долю побольше, я неминуемо у кого-то отрезаю этот кусок пирога. Когда вот такой менталитет мы делим, тогда, конечно, и делиться не хочется, потому что ты понимаешь, что это вот, ну, это все... Если ты выиграешь, кто-то проиграет обязательно. Но мы с вами отлично понимаем, мы видим с вами динамику, как повышается урожайность, как за последние 10-20 лет и даже меньше. Возможно, мы не делим с вами кусок пирога, а мы находимся вот в так называемом вот этом голубом океане, где на самом деле потенциал повышения наших бизнес-результатов и урожайности не в том, чтобы откусить кусок у моего конкурента, а в том, чтобы увеличить размер этого пирога. И на вот этом более... на большом пироге мой кусок, он может там в два раза больше стать, и у всех остальных, может быть, он в два раза больше станет, и рынок вырастет, да, там еще что-то произойдет. То есть это очень важный момент, и если действительно рынок не такой... Есть такое понятие, тут красный океан, кровавый океан, там, где вот эти акулы уже друг друга все съедают, и действительно, если уровень конкуренции уже дикий, сумасшедший, то это уже вопрос выживания. Но если еще есть потенциал с помощью новых технологий, с помощью новых стратегий повышать урожайность там, где мы раньше даже об этом не думали, то здесь без всякой конкуренции у нас у всех замечательная перспектива. И мы верим, что этот потенциал есть, и сегодня мы продолжим говорить на эту тему вот на круглом столе, и мы будем смотреть с вами, каких вообще факторов не хватает, и послушаем выступление вот интересных спикеров. И в четверг еще мы с вами завтра в конце посмотрим уже, какие прорывные вещи можно делать, чтобы, может быть, где алгоритмы могут нам подсказывать, чтобы мы не вручную анализировали, а уже смотрели... Давайте я вам покажу еще раз мой экран. В идеале бы нам как бы хотелось, чтобы уже не мы занимались вот этим анализом, как сейчас происходит, и все факторы видели, а чтобы алгоритмы за нас анализировали все эти десятки оборотов, сотни оборотов, сравнивали друг с другом все эти параметры, и как Шерлок Холмс таким методом дедукции исключали то, что точно не повлияло, и оставляли нам только те параметры, которые могли повлиять. То есть существенно упрощали нам этот анализ, чтобы нам не надо было смотреть все 25 метрик или 50 метрик, 50 факторов, и думать, искать глазами, что где не так, а чтобы за нас делали алгоритмы, и нам уже оставляли самые сложные, самые интересные решения по экономической эффективности и всему остальному. И обязательно это будет... Мы будем это делать, и мы у себя в пайлот, и я знаю, что многие из наших клиентов создают вот такие R&D-делы, такие внутренние, исследовательские, которые начинают тоже из того же, из платформы с данными, такую как пайлот, выгружают данные себе, мы выгружаем датасеты данных большие, если клиент просит, и он уже там с помощью своих инструментов аналитики тоже анализирует, ищет, где там потенциал, что не так. То есть если в пайлот что-то, например, пока тут какой-то функции в интерфейсе нет, а уже есть ресурсы исследовать самому, выгружаешь данные, все сырые или уже агрегированные из пилота, и анализируешь их сам. То есть это можно и нужно делать, если есть свой собственный отдел такой аналитики. И здесь простор для, скажем, новаций, он просто огромный. То есть вот можно делать вот так вот. Это просто пример того, да, то есть мы сейчас с вами смотрели бенчмаркинг, нашу страницу, где мы видели фактическую урожайность, но там возникает справедливый вопрос, когда у двух гибридов, например, сходная какая-то урожайность, действительно ли тот, кто показал более высокую урожайность, это чемпион, и надо его рассматривать как положительный пример, а того, кто показал меньше урожайность, как отрицательный. Может быть, на самом деле все наоборот, и есть еще какой-то нереализованный потенциал, который можно посчитать на основе алгоритмов наших планов, и мы будем про это завтра показывать как раз вот в этих секретных функциях. Может быть, можно посчитать нереализованный потенциал оборота и сравнивать уже не потому, сколько мы, в общем-то, добились факта, а сколько мы должны были добиться, и это совершенно другое сравнение. То есть мы уже видим не только факт, а мы видим, в общем-то, потенциал. Мы сравниваем потенциалы, где мы реализовали потенциал, а где мы не реализовали. И вот это тоже вручную делать там очень тяжело, а с помощью, скажем, продуктов таких это делать намного легче. И в конечном счете для тех же руководителей наших, это может… давайте я такой тоже пример сейчас покажу, немножко на другом экране. В конечном счете это может превратиться вообще в какую-то другую историю. Это вот наброски дизайнов, которые мы сейчас тоже делаем, и новых функций, которые мы планируем выпускать. Подробнее и детальнее об этом завтра. Но в целом, когда я смотрю на мою урожайность, может быть, я хочу видеть не только планы, факт, что я запланировал столько, хочу столько, а может быть, я еще хочу видеть потенциал, а сколько я в данный момент времени по огурцу или по томату недополучаю урожая, хотя мог бы получать. И вот сколько я недополучал по месяцам, и вот по конкретному отделению. Здесь я полностью реализую свой потенциал, а здесь не полностью. И в идеале бы, да, чтобы это было инструментом не ретроспективного анализа раз в год, а прямым инструментом рабочим на еженедельной основе. И чтобы та же автоматика, все эти расчеты, алгоритмы быстро показывали нам, где мы не реализуем свой потенциал, чтобы как можно быстрее исправить его, выровнять, чтобы там было не так с оборотом, и добиться, в общем-то, более выдающихся результатов. На этом на сегодня все. Все, что хотел, я рассказал. Перестаю экран показывать. Так, опрос тоже давайте закрываем. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Давайте посмотрим, какие у нас вопросы были здесь. Все уже там, у кого времени уже нет, сейчас у нас 59 минут. Спасибо за внимание. Продолжим. Сегодня в час дня Сергей Твертычный будет рассказывать доклад. В три часа у нас круглый стол. Давайте посмотрим два вопроса, которые у нас есть. Первый. Прямое сопоставление урожайности оборотов по календарным датам допустимо только для бухгалтерской отчетности. С агробиологической позиции это грубейший шик. Все верно, все так, да. Но если у нас с вами обороты начинаются с разницы в одну неделю или в две недели, анализировать их в Excel уже очень трудно. А система накладывает их друг на друга, и все. А мы же с вами говорим не про один год, а про разные годы. И если у нас сезоны примерно похожие, то почему бы нам не сравнить все-таки зимние обороты этого года с зимними оборотами прошлого года, предыдущего года, пятью годами, а еще лучше, если у нас группа компаний, у нас уже 100 оборотов завершено. Нам кажется, что здесь потенциал сравнения очень высокий. И если мы понимаем, что и с чем мы сравниваем, где какое оборудование, где какое солнце, свет, ограничения и так далее, то это становится источником интересных открытий, вдохновений и вот таких вот инсайтов. Но это надо пробовать, самим смотреть. В каких-то случаях действительно это может не принести результата. Если вы все и так отлично знаете, тогда, может быть, и смотреть нечего. Если вам интересно, что делают другие, тогда это может быть любопытно. Второй вопрос. Сергей, у вас есть раздел анализа. Единицы продукции к единицам света или температуры? Да, вы все совершенно очень важный фактор подняли. Фактор, вот здесь вопрос световой эффективности вообще. То есть надо ли сравнивать урожай или надо сравнивать эффективность? То есть, например, сколько я в итоге получил грамм на моль или там джоули на килограмм, какая у меня была эффективность? Или, может быть, СО2 эффективность оборота? Или, как вот вы здесь пишите, эффективность на единицу температуры? Это мы смотрим на это внимательно. И то, что мы будем показывать в четверг в 3 часа, это будет как раз про это. Вы там это увидите. То есть это следующий шаг. Действительно смотреть уже на эффективность и искать действительно, кто у нас настоящий чемпион. То есть тот, кто больше всех урожай собрал или тот, кто эффективнее всех солнца использовал. Это могут быть совершенно разные обороты. Последний вопрос. Сориентироваться по стоимости. Мы здесь вчера уже тоже об этом говорил. У нас этот вопрос мы на конференции не обсуждаем. То есть мы после конференции рады будем взаимодействовать напрямую со всеми, кто хочет попробовать у себя, хочет оценить какое-то пробное внедрение или полноценно сразу использовать. Там ценообразование совершенно конкретное, простое, по числу отделений идет. Мы не тратим на это время на конференции, потому что мы подключаемся сюда обсудить новинки, новации, платформы, подходы. Все вопросы с ценой, они еще индивидуально рассчитываются, и мы еще сделаем скидку большую для тех, кто у нас на конференции был. Поэтому это лучше в индивидуальном общении с нашими менеджерами, со мной тоже можно обсуждать после. Поэтому обязательно, когда придет вам рассылка, опрос в конце или контакта, вы обязательно пишите нам или напрямую связывайтесь с Сергеем, со мной. Мой контакт очень простой. Давайте я вам здесь напишу тоже, чтобы он у вас был. Сергей.Макаров. Собака.Пайлот.НЛ Вот, это моя почта. Если хотите, пишите мне напрямую, и мы тоже какие-то процессы запустим. Так, разное оборудование, можно давать разные данные, как их сравнить? Вы совершенно правы тоже, и здесь действительно надо показывать, как минимум должно быть очевидно, что если мы сравним два оборота с разным оборудованием, это надо брать в расчет. И, к счастью, здесь многие вещи в цифровом виде система может сама оценить и пересчитать из единицы в единицу. Вот вы говорите, да, у меня бат, у соседа моля. Все так, и мы действительно видим, кто-то работает с джоулями, кто-то работает с молями, кто-то считает свет одним образом, кто-то другим. Здесь как раз вся вот фишка Пайлты и других платформ, которые тоже пытаются что-то стандартизировать, в том, что мы помогаем вам, храним все в правильном виде, в универсальном и с четкой терминологией. То есть мы четко понимаем, о каком свете мы говорим. Это свет снаружи теплицы или свет внутри теплицы? Это общий свет или это фотосинтетически активная радиация? Это у нас джоули или тамоли? То есть все это должно быть четко видно. И, к счастью, у систем есть возможность автоматически пересчитывать из одного в другое, и вы можете работать либо с теми единицами, к которым вы привыкли, то есть вы привыкли работать с джоулями, и вам в системе все будет показывать джоуль. Хотите работать с молями уже, у вас там гибридная досветка, и у вас нет других вариантов, или вы хотите там более так вот современно рассчитывать, пожалуйста, смотрите в молях. То есть здесь преимущество того, что мы стандартизируем. И даже если у вас разный климат компьютера, даже вот эту такую непростую работу мы берем, чтобы все эти разные названия метрик привести к одному понятному виду, чтобы можно было сравнивать. Потому что физически у нас у всех происходит примерно одно и то же. И есть некие стандарты, которые мы соблюдаем. И программа эти стандарты уважает и показывает их, и позволяет данные конвертировать. Вот. Поэтому это, конечно, это удобно и возможно делать. И те же консультанты, они смотрят на ваши данные в своих единицах и на своем голландском языке, и на нидерландском, или на английском, и видят те же самые данные. Вы им ссылку отправляете. Вы, например, выбрали два оборота, как мы сегодня смотрели. И вы просто отправляете. Вот вы видели что-то, и вот у вас на этом экране прям у вас есть вопрос. Вы берете прямо, копируете ссылку и отправляете там в WhatsApp или куда-то вашему консультанту или вашему коллеге, спрашиваете, вот объясни, что происходит. У него открывается ровно вот эта картинка, как у вас все то же самое, если у него есть права к системе и к вашим данным. И он видит это все там даже на своем языке, может проанализировать, какие-то доп-факторы учесть, потом ответить. Это справедливо для всех страниц, вот это очень удобно. Для обмена данными, для такой прозрачности и коммуникации. Спасибо большое, коллеги. Время у нас уже, в общем, завершилось. Сергей.